Банковские вкладчики в Казахстане массово снимают депозиты. Слухи о банкротстве трех крупнейших банков второго уровня захлестнули все города. Причина паники кроется в СМС-рассылке, где сообщалось о скором банкротстве финн-институтов. Уже несколько дней в отделениях толпится народ, люди занимают очередь. Разумеется, с таким потоком желающих поскорее снять наличность справиться не сможет ни один банк. Это одно из отделений Каспи-банка. Здесь вкладчики толпятся с самого утра. Чтобы хоть как-то подавить эту массовую истерию, сотрудники пресс-службы раздают релизы для клиентов и партнеров. В этом пресс-службе говорится о том, что Каспи-банк в полной мере отвечает за свои действия. Что если, конечно, некоторые вкладчики хотят прервать договора, то мы это сделаем, что все выплаты будут выплачены. Если клиент захочет забрать свои деньги, он это обязательно сделает, что мы никаких удушаний не будем. Проблема в том, что после девальвации, объявленной Кайратом Килимбетовым, казахстанцы попросту никому не верят. И боятся, что частные банки и государства отберут у них последние сбережения. Непонятно также позиции президента Назарбаева и правительства, которые вовсе молчат. Поэтому людям приходится прислушиваться к сарафанному радио. Любому человеку, здравомыслящему, понятно, что если 90%, если не 100% вкладчиков побегут за несколько дней забирать все свои депозиты, обнулять договора, естественно, это приведет к банкротству банка. Кстати, председатель правления Каспи-банка Михаил Ламтадзе даже выложил в сеть видеообращение к своим вкладчикам. Именно он пообещал 100 миллионов тенге в качестве вознаграждения за сведения об источнике слухов. Данная ситуация удобно легла на девальвацию и пошатнула уверенность населения в целом. Но очень важно разделять девальвацию и работу коммерческих банков. Ситуация спровоцирована слухами, рассылкой лживых и провокационных СМС без имени и адреса отправителя. Сегодня же появилась информация, что генпрокуратура якобы вычислила нескольких человек, причастных к вредоносной СМС-рассылке. Имена их пока не называют. Субтитры создавал DimaTorzok